ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ Добро пожаловать в Нью-Пойнт, Исландия. ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ Её нашли мальчики. Записку оставила? ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ Девушки отдыхают Сестры 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 Доброе утро Простите 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 Вы меня напугали Вы не Мелани Нет, я ее сестра Она здесь? Нет, она умерла несколько дней назад О Когда похороны? Простите А вы кто? Работодатель Забавно Она не рассказывала о сестре Она не рассказывала о работе Как тебя зовут? Лиза Тебе нужна работа, Лиза? Нет Нет Спасибо Тогда мы пойдем Да Можешь не рассказывать о похоронах Я узнаю Это ПОЁТ Там Продолжение следует... Мелани всегда хотела путешествовать. Она всегда хотела жить полной жизнью. Но иногда её жажда жизни была несколько чрезмерной. Она хотела узнать всё и сразу же. Теперь она может быть такой, какой мечтала. Стать той, кем она действительно хотела. Прости. Прости, Мелани, что мы не помогли тебе, когда ты в этом нуждалась. Ты думала, что тебе не к кому обратиться. Сейчас ты в безопасности. С мамой и папой. Благословить тебя, Бог. Мы не забудем. Мои соболезнования. Спасибо. Я поговорю с Лизой. Подожди меня. Лиза, привет. Привет, Джо. Как ты? Мой ответ появится в газете. Если он хорош, почему нет? Мелани была замечательной. Что с ней случилось? Во что её втянули? Ты знаешь? Ты ждёшь ответа, но у меня его нет. Мне пора, прости. Может, я заскочу в Хэролд, и мы поговорим об этом? Не стоит. Прости. Ладно. Хочешь остаться там на ночь? Прошло пять лет, ничего не изменилось. Только пылью покрылась. Я не об этом. Я знаю, о чём ты. Я готова. Нужно решить, где развеять прах. Точно не в Нью-Пойнте. Она бы не хотела. Музей Нью-Пойнта. Привет. Эдриан сегодня работает? Попросил подменить день рождения девушки. Всё по-прежнему. Да, каждый год. Ты работала здесь? Да, работала. Лиза Хилл. Я работала гидом, теперь уборщица. Как тебе карьера? Уборщице нужно не меньше гидов. Хорошо, что ты так на это смотришь. У тебя ключи. Пойдём со мной, мне страшно. Не будешь шутить, что я пропустила соринку, как все? Пропустила соринку. Нечего пропускать. Всё чисто. У людей другие увлечения. Например? Не знаю. Другие. Стыдно. Что это на Бейджике? Рич ВДЕ. Что это такое? Райкарт Ван Де Роя. Ты что, голландец? Бельгиец. Я чуть не поехала в Брюссель. Все должны съездить в Брюссель. Говорят, что там красиво. Действительно. Поэтому на Бейджике Рич ВДЕ. Не приходится ничего говорить людям о Бельгии. Одер Хёбберн, Рене Магрит, Пуаро, Жак Брель, тот, кто придумал Тантена, тот, кто выиграл Евровидение с песней Динг Эдонг, Доктор Зло, Жан Клотван. Что это? Входная табличка качается. Ты не похож на бельгийца. А как выглядят бельгийцы? Не знаю. В детстве я часто переезжал. Останешься здесь? Теперь поздно уезжать. Мне нравится зал. Вот бы узнать о тех, кто владел всем этим. Знаешь, история хранит даты битв, дни рождений и прочего, но не сохраняет ничего о человеке. Люди умирают, и все забывают о них. Эти люди изменили историю, сыграли большую роль, имели влияние. Думаешь, каждый меняет мир? Хорошо влиять на что-нибудь. Если все будут изобретать и воевать, кто сделает остальное? Мир можно изменить, исправляя ошибки прошлого. Хороший ночной сон и пять порций овощей, фруктов. Да, остальное забыть. Сон, фрукты, овощи, все. Не одновременно. Ты шутишь? Кажется, ты шутишь. Попытался. Я сегодня похоронила сестру. Соболезную. Она покончила с собой. Мальчики нашли ее в лесу. А его они видели? Кого? Никого. Тебе что-то известно? Эй, кого они должны были увидеть? Где умерла Мел? Рич, если что-то знаешь, скажи. Подожди, Рич! Рич, подожди! Что тебе известно про Мел? Это не смешно. Что тебе известно про Мел? Субтитры делал DimaTorzok Лиза, что ты делаешь в темноте? Пришло сообщение. Буду поздно. День рождения подруги. Покупаю цветы. Улыбка. Я говорил. Почему Рич сбежал? Кто? Твой напарник. Здесь нет Рича. Бельгиец? Вандер что-то? Вандер Ойа. Он скончался. Умер? Да, полгода назад. Его сбили на велосипеде. Странное дело. Хороший парень. Странный, но хороший. Лиза. Привет. Я хотела поговорить. Рик. Рик. Райкард Вандер Ойа. Бельгиец. Утонул в канале. Велосипед сломан, а его нашли в воде под мостом Норрис. Полгода назад. С чем это связано? Думаю, Смел. Какая причина смерти указана в карте? Лиза, хватит. Пора остановиться. А в полицейском отчете велось следствие. Я не буду это обсуждать. Было что-то подозрительное. Подозрительное? В прошлом году Мэл пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток. На прошлой неделе дети нашли ее, висящей на дереве. Врачи говорили, что в крови было много героина. Она умерла до того, как затянулась веревка. Считаешь это подозрительным? Иди домой, поспи. Забудь об этом. Вроде обычное дело. Но ты журналист. Много ли суицидов без прощальных записок? Много лицам. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Эй, что происходит? Ты разыграл свою смерть? Нет. Ты мёртв? Это отличная шутка. Ты мёртв. Серьёзно? Ну, прямо настоящий мертвец? Нет, 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 подожди. Стой, стой, стой! Я не опасен, никого не трону. Не подходи, стой! Извини, что напугал. Разговор со смертью. Ложь и обман. Что удерживает душу в мире? Духи и призраки. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Прости. Ты мне веришь? Оно не бьется. Оно не бьется. Я гулял. Хотел узнать, как далеко зайду. Я не могу уйти из этих мест. Я видел ее. Наверху. Я видел мужчину в зеленой куртке. Как он выглядел? Высокий. Лица не разглядел. Он смотрел на нее минут пять и ушел туда. Ты не можешь пройти дальше? Ладно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Лиза Хилл? Верно. Мои соболезнования. Слышал, вы нашли резинку сестры. И микрофон на пластиковом зажиме. Ясно. На месте гибели? Не совсем, недалеко от него. Ясно. И что вас туда привело? Интуиция. Интуиция, понимаю. Вы нашли отпечатки? На обычной резинке для волос или на маленьком куске пластика? Это микрофон. Нет, не нашли. Неподалёку видели мужчину в зелёной куртке. Да. Мне передали, что вы говорили о мужчине в зелёной куртке. Я спросил у мальчиков, которые нашли вашу сестру. Не видели. Когда вы вернулись, мисс Хилл? Пару дней назад. Понятно. Сразу после того, как нашли Мелани. Да, верно. Кто рассказал вам про мужчину? Прохожий. Имя? Я не помню. Не помните. Ясно. Я понимаю, вам сейчас тяжело, но в том, что случилось, нет ничего необычного. Ничего необычного в суициде? Простите. Это очевидно. То есть, не очевидно. Мы и так думаем. Когда люди теряют любимых, они видят то, чего нет. Иногда видишь то, что хочешь видеть. Понимаете? Понимаю. Да. Эд, тебя ждут на третьем. Буду через минуту. Инспектор Эбботт ведет ваше дело. Тогда почему я говорю с вами? Ну, потому что это так не работает. Я передам ему, если мы найдем что-то подозрительное, и он изучит. Пока ничего подозрительного нет. Если будет, дам знать. Они просто издеваются. Не дали поговорить с инспектором. Ты не сказала обо мне? А свидетели-призраки? Чтобы меня закрыли в психушке? Оставь это полиции. А тебе, значит, вообще все равно? Не хочешь узнать, как ты оказался в канале? Даже если бы узнал, я бы не ожил. А справедливость? Справедливость? Я мертв. И твоя сестра тоже. Прости, это правда. Я думала, у призраков есть незаконченные дела. Какая разница? Хочешь покоиться с миром? И Мелани хочет. Как день? По-разному. Ты была занята? Я тебя не видела. Прости. Я пыталась разобраться. Не волнуйся. Мелани сказала бы так же. Все хорошо. И она так говорила. Ладно. И когда ты разберешься, что дальше? Пока не знаю. Знаешь, если ты захочешь занять денег на университет или путешествие, с удовольствием одолжу. На этом острове у тебя нет будущего. А ты как? Я тебя не оставлю. Не сейчас. Это очень мило. Но здесь мой дом. Мои друзья. Здесь моя жизнь. Твоя нет. И мы это знаем. Ты говорила, что не хочешь меня разочаровать, но знаешь, что меня огорчит? Потеря второй племянницы. Я этого не хочу. Поэтому мое предложение бессрочно. А тебе нужно хорошо выспаться. Может, утром примешь решение. Спокойной ночи. 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 Привет, Лиза. Привет, Джо. Я не поздно звоню. Нет, я укачиваю дочку. Она не спит. Я не сплю. У тебя есть последнее фото Мелани? Нет. Зачем? Просто я так давно ее не видела. Забыла многие детали. Как она выглядела. Забыла ее голос. Какой она стала. Хочу ее увидеть. Да, я тоже. Но не могу помочь. У нее были проблемы? Лиза, не надо в это вникать. Отпусти. Все так говорят. У нее были проблемы. Я не усну, пока не узнаю, что случилось. Она моя сестра. И я должна знать. Не надо. Джоан плачет. Мне пора. Я позвоню завтра. Миссис Хэмилтон, 94 Портленд Роуд. Она хотела встретиться со мной. Ведь я врач-нарколог. Она хотела пройти реабилитацию, покинуть остров и начать все сначала. Она это повторяла. И просила помочь. Чем помочь? Я не знаю. Оставила сообщение, когда я была в ресторане. Я хотела перезвонить ей. И узнала, что она покончила с собой. Когда тебя просят о помощи, а ты ее не оказываешь, тут нечем гордиться. Плохая работа. Ничего. Вы не знали. Можно прослушать? Я хочу услышать ее голос. Извините. Оно удалено. Она сказала, что ей нужна помощь. И оставила телефон. Номер остался? Ипподром. О, привет. Да, скажите ваш адрес. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Вы работник? Вам сюда нельзя. А ей? Речь не о ней. Мы искали выход. Вам показать? Нет. Мы найдем. Проваливайте. Держи. Держи. Спасибо. Печенье. То, что нужно. Спасибо. Была на прошлой неделе. За день до... Да. Они с Тоби ночевали в кабинете администратора. С каким Тоби? Тоби Мэтьюс. Ее парень. Они просили сделать вид, что я их не видел. Они молодые, им это нужно. Я и промолчал. Где сейчас Тоби? Не знаю. Он давно не появлялся. Он был милым парнем. Он оставил свои вещи. Я хотел отдать их на благотворительность. Можно их забрать? Я так и знал. Как ты? За тобой следили? Призраки только смущаются и молчат. Скажи, все в порядке? Ты не вмешивался. Ну, я передумал. Ну, и почему же ты передумал? Есть зацепка. Это грязное белье. Прости, привычка. Ничего. Смотри, что нашла. Это зацепка? Верно. Посмотри. Это почерк Мелани. У нее был ноутбук? Нет. Как ты? Лиза? Нормально. Просто на локоть упала. Нет никаких контактов. Смотри, видео. Тоби, ты не принес, что нужно. Выключи камеру. Тоби, ты не принес, что нужно. Выключи камеру. Тоби, ты не принес, что нужно. Ты не принес, что нужно. Колледж закрывается. Тоби, ты не принес Таких миллионы Тебе жизни не хватит Это точно другая улица, так что пойдем дальше Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, нашел Что дальше? Привет Скажите, это вы? Натуральный Без химии Для здоровья И мы его тоже Что вы хотели? Я ищу Тоби Мэттиса Давно не видела Вы его знаете? Теперь покажи свой паспорт Давай Ты сестра Мелани Хорошая девушка Жаль Спасибо Спасибо Зачем тебе, Тоби? Они встречались Хотела его расспросить Нужна моя помощь? А вы хотите помочь? Я не говорю с теми, кого не знаю Вы знали мою сестру И Тоби Тоби, ты не принес, что нужно Выключи камеру Тоби, ты не принес, что нужно Здесь нельзя снимать Я защищаю клиентов и бизнес Какой? Я помогаю Некоторым нужно исчезнуть Или исправить документы Подделываете? Исправляю Это подделка? Потрясающе Я не знаю, где сейчас Тоби Он не забрал заказ Я очень занята Что он заказал? Паспорт И для твоей сестры Фальшивый паспорт? Покажете? Я не закончила Она должна была принести фотографии Мы договорились на завтра На пять вечера Но точное место Она не назвала Значит, что Тоби исчез Что будешь делать? Начну все сначала С мальчиков, которые нашли Мелани Перед этим Можешь кое-что сделать? Вот оно Знаешь, что это? Да Да Привет Райкарт Вандер Ойа Был вашим арендатором? Кто? Рич ВДЕ А, бельгийц Да, да А вы кто? Подружка? Нет Просто друг Я хотела забрать его вещи Коробка в дальнем углу, кажется У меня не было его бельгийского адреса И после его смерти все вещи остались здесь Ладно Я оставлю вас одну Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нашла письмо? Да А еще это Мой пропуск Где ты работал? В Инсине На заводе А что там? Сжигают все Бумагу Отходы Подозрительно? Не знаю Я не выходил Это подозрительно Там безопаснее И здоровее Не видел ничего необычного? Там такого не бывает Меня мало кто знал Однажды парень задержал меня С кем ты перепутал? Кто это был? Просто посетитель Хотел пройти Требовал впустить Перепутал меня с Карлом Который спрашивал меня Что? Покажи записку Крэббот Это точно он И что было? Он стал кричать на меня Я растерялся Он сердился Предложил мне деньги Я отказался И он уехал Да, это подозрительно Попробую выяснить Поможешь мне пройти? Это Карл Ясно Привет Вам помочь? Привет Мне назначено Так, ваше имя? Имя? Список Ваше имя? Мистер Ллойд Роджер Хопкинс Ник Гибсон Ник Гибсон Ник Гибсон Да Ник Гибсон Друзья зовут Ником Так, Ник Да Босс предупредил вас Мистер Хупер Мистер Хупер Предупредил? А вас не сказал Всегда забывает Старик Мистера Хупера нет К сожалению Я не могу вас пропустить Ничего Я знаю дорогу Ну Не знаю Карл Поверьте Слово Николай Гибсон Вы заказали Большую пиццу Пепперони С грибами Доставить ее? Да Большую пиццу Продолжение следует... Кларк Хупер Мистер Хупер Привет Карл Карл, да Ник Гибсон у вас уже ждёт Спасибо, он рано? Он? Введите пароль Давай О, да К нам влезли Приезжай быстрее Как успокоиться? Ты сказал, что всё решил Что случилось? Тебе сказали? У нас нарушитель Вдруг он что-то найдёт Всё указывает на меня Хардинг уже едет Сказал, скоро будет Крэбот Совпадений не найдено Я иду в офис Здесь никого Ничего не тронуто Что? Да Принтер использовали Я только приехал С отправкой всё в порядке Ящики здесь Ждут Сейчас отправлю на борт Так Пока не ясно Может, она кому-нибудь Разболтала Я решу Но произошедшее Твоя ответственность Понял? Отправка идёт строго по плану Нет Пойду в офис Хупера Посмотрю, что случилось Бракованное лекарство Уничтожено Сожжено в печи Брак Рилла Фрафен Я нашёл нарушителя Женщина у ящиков Убегает Стой! Стой! Не двигайся Стой! Зря время потратила Таблицы и телефонные счета Может проверить номера? Здесь 20 страниц с номерами И потом, что я скажу, если позвоню Привет Вы участвуете в подозрительной деятельности Хотя я даже не знаю, есть ли она вообще Нет? Спасибо Пока И что делать? Что я могу? Да, совсем забыла Можешь его отправить? Здесь нет адреса Напиши, пожалуйста М и П Мама и папа? Они знают, что ты... Знают, не переживай Это не пожелание Пару лет назад мы поругались И я сказал то, о чем жалею Мы не общались Прошло 6 лет И я написал письмо, чтобы попросить о встрече Хотел отправить, но... Случилось это Знаешь что? Не помню, из-за чего мы ссорились А сейчас я даже не могу вспомнить их лиц Никаких деталей Как глупо Нет, не глупо Господи, как давно все это было Мыло не всегда было с камерой Отличная шляпа Привет Отлично смотритесь Он не очень Это Гас Рок-звезда Создал группу и изменил мне с фанаткой Счастливого Рождества Лиза Улыбайся Я забыла про синие прядки в волосах Ты забавная Хватит Выключай Это же ты Ты тоже был в пабе? Ты тоже был в пабе? Вы хотите вместе в пабе? Вы семьюando В муке Что ты хотел сказать? Ничего. Не похоже. Я не помню. Помнишь. Хотел показать комнату наверху. Я зашел случайно, искал туалет. На потолке были нарисованы ангелы, как и в 18 веке. Один похож на тебя. Правда? Да. Нос такой же. Но я не мог тебе сказать «Привет, ты меня не знаешь, но я хочу показать потолок наверху». Я думал, как сказать об этом. Остальное ты видела? Думаешь, я псих, да? Нет. Думаю, как выглядел этот ангел. Покажешь? Слушай, может, вернемся? Ты боишься привидений? Ты боишься привидений? Мне удивить тебя. Твой ход в кондиве. Ты�� Продолжение следует... Момент. Черный кофе, пожалуйста. Сегодня в Нью-Пойнте случилась страшная катастрофа. Вы еще можете наблюдать пожар. Несмотря на старания пожарной службы, огонь погасить не удается. Алло. Привет. Как ты? Хорошо. Все в порядке? Да, в порядке. Спасибо. Где ты была? Я волновалась. Да, я... Мне очень жаль. Я сейчас... Просто очень занята. Меня это беспокоит. Нет, не волнуйся. Я скоро буду дома. Полиция Нью-Пойнта разыскивает эту женщину в связи с инцидентом и просит сообщить о ее местонахождении. Управляющий мистер Кларк Хупер найден задушенным. Я тебе перезвоню. Его увезли на скорой помощи, но он скончался по дороге. Грустный день для инцидент. Трагедия уничтожила больше, чем завод позади меня. Мартин Тайлор. Гарлен Ширтунайт. Нью-Пойнт. Улики уничтожены. Что? Инсин сожгли. Хупер и охранник мертвы. Все горит. Звони в полицию. Нет. Мою фотографию показали в новостях. Ищи другие улики. Там было много ящиков, а в этих накладных было написано, что там бракованные лекарства. Бракованные? Да, смотри. На счета компании поступали большие суммы. Это оплата? Нет, все учтено в этой колонке. Сумма приличная. Непонятно, куда она ушла. Это откат. Но это не связано с Мелл. Это телефоны, сотни номеров. Нет связи. Гудки. Гудки. Нет связи. Алло? Алло. Да, привет. Я хотела поговорить про Инсин. Бросил трубку. Не хотят говорить. Продолжай. Вы позвонили в Альфа-Медфарма-Сьютиклс. Автоответчик. Вы можете позвонить в будние дни с 8 утра до 5.30 вечера. Звонит? Я знаю. Здесь звонит. В сумке. Телефон Мелл. Она работала на них. Может, узнала что-то опасное. Слушайте, посмотрите еще раз. Очень вас прошу. Должно быть. Я проехал через половину острова, чтобы получить работу. И никаких сведений. Можно быстрее? Полиция Нью-Пойнта. Дальше. Хендрикс, полицейский. Эбботт, детектив. Нужно уходить. Крэбботт, это начальник полиции. К.Р. Эбботт. Крэбботт. Что-то не так. Он здесь? Нужно продолжать звонить. Кто-нибудь ответит. Медицинский центр Марш Фентум. Вы можете оставить сообщение? Мы не можем ответить. Это морской порт Саада. Наши офисы открыты с 8 до 5. Альфа Мед Фармасиутиклс. Лиза, я узнала, где Тоби. Срочно приходи. Дженнифер. Альфа Мед Фармасиутиклс. Тоби. Тоби. Я узнала. Тоби. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проверьте все еще раз. Погибший Тоби Мэтьюс в шести милях от стоянки. Нужны прямые улики. Погибший Тоби Мэтьюс в шести милях от стоянки. 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 Что ты нашла? Это все моя вина. Как ты ушла? Ящики везут в Африку. На визитке было имя. Хардинг. Хардинг Грей. Нужно продолжать. Альфа-Мед Фарма-Сьютиклс. Я больше не могу. Кончено. Нельзя бросать. Лиза. Я на работе. Салат в холодильнике. Скоро вернусь. Салат в холодильнике. Альфа-Мед Фарма-Сьютиклс. Салат в холодильнике. Салат в холодильнике. Салат в холодильнике. Салат в холодильнике. Нравится мой старый офис? Хардинг Грей. Ты уже готова все бросить. Как жаль. Ты уже близко. Нет, нет. Меня там нет. Где вы? А я исчез. И перед этим попрощался. Отправив бракованные лекарства в бедные страны, я сообщу полиции и прессе. У Эббета разбита голова, но она заживет. Однако он жаждет возмездия. Ты напала на полицейского. Сожгла целый завод. Ты за это ответишь. Что случилось с сестрой? Думаешь, я скажу? С учетом моих улик могли бы. И Дженнифер. Документы на вас, Эббета, корабль Дамфина, порт Саата в Африке. Вы неплохо наследили, уж поверьте. Документы? Они у тебя? Покажи. Только лично. Спускайся в подвал через 10 минут. Если что-нибудь случится, копии попадут в прессу. А ты смелая. Смерть твоей сестры стоит того? Принеси документы, и я расскажу о твоей сестре. Или же уйду. И ты ничего не узнаешь. Принеси документы, короче. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джо? Как дела? Что скажешь Эбботу? Эбботу? Он арестован. Я нашел компромат. Хватит на много лет. Но ведь вы работали вместе. Я просто пытался докопаться до сути. Главное правило журналиста – держи друга близко, а хорошую новость – еще ближе. Арестован коррумпированный полицейский. Выявлен наркодилер. Благодарю тебя за мою блестящую карьеру. Теперь я начал в этом разбираться. Без твоих советов я бы не справился. Рада помочь. Останешься в Нью-Пойнте? Нет. Мне пора уезжать. Родители гордились бы тобой. Мелани тоже. Спасибо, Джо. Вот твоя тетя. Поезд прибывает на центральный вокзал Брюска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вандер-Оя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продюсер и режиссер Саймон Дрейк Авторы сценария – Саймон Дрейк и Луис Хьюн. В ролях Саша Харман, Финтон Шелвин, Мэгги Клюн, Мэтт Керрингтон, Данкин Хендерсон, Элистер Лок и другие. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова